мир вам братья и сестры и хотелось бы такой задать вопрос вот мы сегодня с утра так собрались и да первым братом было уже сказано что сегодня с утренним таким до ободрением мы пришли на это место чтобы прославить имя господне и скажите мне пожалуйста до тех пор когда вы и шли вот сюда на это место вы слышали сегодня вообще слово господне а я знаете я скажу что я слышал даже вот дождик когда и шел и птички когда при пою да это что псалмопевец давид говорит это все от господа дает то есть это все звучит слово господне и мы и смотря на это я сегодня радуюсь то что мы действительно вот вторым братом было сказано сегодня о нашем празднике до который сегодня люди так многие православные называют это троица до или день пятидесятницы но и по-разному называют этот праздник но я сегодня бы хотел обратить внимание так как у нас сегодня первая неделя месяца лето и хотелось бы сегодня так подчеркнуть больше в общем и не только вот затронуть праздник сам троицы до которые мы тоже вспоминаем но хотелось бы тоже обратить внимание на то что сегодня мы еще вспоминаем в этот воскресенье мы часто вспоминаем о страданиях иисуса христа о том что он пострадал за нас для чего это было все сделано и как это все было да по-разному мы это вспоминаем и я бы хотел бы для нас сегодня такое место священного писания прочитать это евангелие иоанна первая глава первых пять стихов и потом 14 стих прочитаю начале было слово и слово было у бога и слова было бог оно было в начале у бога все через него начало быть и без него ничего ничего не начало быть что начало бы быть в нем была жизнь и жизнь была свет для людей и свет во тьме светит и тьма не объяла его и 14 стих и слово стало плоти и обитала с нами полной благодати и истины и мы видели славу его славу как единородного от отца и слово стало плоти и обитала с нами скажите пожалуйста она сегодня с нами обитает или нет обитает с нами действительно до сегодняшнего времени обитает вот это слово господне почему я задал этот вопрос потому что многие люди они просыпаются они даже не обращают внимание на то что вот как как какая атмосфера вот нас встречает иногда мы встаем да о дождь нам наработаете надо зонтик брать да а с другой стороны посмотреть а это милость божия это благодать мы иногда ропшим что нам очень жарко да господь делает так чтобы нам было уютней а мы что а мы снова ропшим до дождь пошел нам тяжело да надо зонтик брать или что-то одеваться потеплее да и вот это в начале было слово да и слово стало и слово было у бога если взять первую книгу бытие да там было написано до вначале и что бог сотворил и как она все идет я не буду сейчас это все перечисливать за не менее времени чтобы много не занимать но кто читает библию мы все знаем да и мы видим иоанн говорит о том же что в начале было слово и слово было у бога и в дальнейшем мы видим и слова стало плотью это говорится об иисусе христе который пришел на землю для чего для того чтобы спасти грешников для того чтобы показать и пролить кровь за нас грешник для того чтобы нам дать вот эту благодать проявить к нам вот эту благодать и я знаете я смотрю дальше написано и мы видели славу его как единородного от отца кто верит всем сердцем бога да тот видит эту благодать славу его да потому что мы сегодня вот вспоминаем об этом три едином боге да отец сын и дух святой отец было слово у отца до бога сын иисус христос который пришел за нас грешних пострадать и послать потом духа святого для того чтобы мы имели вот это искупление скажите неужели это не милость божия скажите неужели это не слава его к нам проявлено людям грешным действительно я вспоминаю один такой пример небольшой детский рассказ ну я так коротко скажу однажды один мальчик он очень маленький был и он всегда бегал и пел песню детей любил спаситель он верный их учитель на руки брал и их благословлял давал им наставление там идут таки слова любовью своей окружал и вот когда он бегал по улице и пел эту песню в одном месте на таком большом камне сидел дедушка уже пожилой человек с палочкой и он постоянно слушал как вот этот мальчик пробегая с веселым настроением пел вот эту песню и однажды вот это дедушка его остановил говорит мальчик скажи мне пожалуйста отчеты такой ну счастлив радостный а в него в семье в этого мальчика одна мама была отца не было отец отца убили за слово господне то что он проповедовал и осталась одна мама и они очень бедно жили практически ничего не было в семье и он говорит что ты такой счастлив радостный бегаешь всегда а он такой говорит дедушка хотите я вам спою одну песню и она снова эту песню поет но только так чтобы это дедушка услышал чтобы понял вот о чем говорит у меня есть отец который любит меня и он меня никогда не оставит и он спел основа эту песню детей любил спаситель он верный их учитель и он это дедушка заплакал и говорит я всю жизнь прожил я не был таким счастливы как этот ребенок действительно этот мальчик он видел вот эту славу божию он имел вот эту благодать от нашего отца небесного и как хорошо когда мы имеем вот это и ценим этим не просто ведь первом петра написано что мы куплены не чем-то серебром или золотом да не за деньги нас купил христос на что на драгоценную кровью христа и это действительно так вот эта благодать проявлена к нам людям грешным ценим ли мы этим и да благословит нас господь чтобы мы могли вот помнить вот эти слова и всегда об этом рассуждать то что мы было слово у господа и она стала плотью иисус христос он пришел на землю чтобы спасти чтобы нам вот эту пресс проявить к нам вот эту благодать дать нам славу вот эту чтобы мы могли жить и жить иметь с избытком и да благословит нас господь в этом чтобы мы помнили и ценили этой благодатью которую нам христос проявил и в этот праздник да когда мы вспоминаем об этих трех личностях которые связаны между собой отец не может быть без сына сын не может быть без отца и дух святой тоже из ними и эти три личности они связаны между собой для того чтобы мы имели вот эту благодать да благословит нас в этом господь и ему слава веке аминь аминь